Здравствуйте! Это информационная программа неделя в студии Георгий Плеев. Археологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник. У нас в Южной Осетии, надо сказать, есть замечательные представители этой профессии, которыми мы гордимся всегда. С одним из них, директором научно-исследовательского института имени Захара Ванеева, совсем недавно, кстати, удостойного орденом почета, встретилась наш корреспондент Яна Плеева. Сегодня в России отмечается День археолога. Этот праздник не является официальным или государственным, и по поводу его возникновения выдвигаются разные версии. В последние годы возрождается интерес к истории Отечества. Выходит множество пособий и монографий на эту тему, и можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Для меня это любимая работа. Невозможно это делать, если тебе не нравится. Занятие исключительно только для энтузиастов, говорит Роберт Гоглоев. Я археолог по образованию. Я еще когда учился в институте тогдашнем, нашим педагогическом, меня заинтересовали лекции нашего Царства Небесного сейчас. Я откуда думал, что он станет моим учителем по археологии. Чехов богатый сын. Я со второго курса участвовал в экспедициях. С ним до почти 5 лет. Проявлять интерес к археологии Роберт Гоглоев стал еще в студенческие годы. Со второго курса им читал лекции профессор и известный специалист в области археологии Баграт Техов, который заинтересовал и зажег в своих студентах неподдельный интерес. Именно он дал будущему археологу первые навыки, необходимые для этой профессии. У меня есть моменты, связанные с тем, что я открыватель 27 памятников, начиная с эпохи бронзы и до раннего и среднего Средневековья. Это фактически, так скажем, мои памятники. А если они мои, то они памятники Южной Осетии. Рюкзак, спальник, сменная одежда, ложка, тарелка и металлическая кружка. Вот основные атрибуты археолога, которые всегда должны быть на готове. За все годы своей работы археологу пришлось не раз подниматься на самые высокие и красивейшие места Южной Осетии. Поэтому профессия во всех смыслах интересная и, можно сказать, познавательная. Все знаете, в каком положении мы находились с 89-90-х годов. Думать о том, чтобы какие-то стационарные работы проводить, это уму непостижимо. В 2008-м, так скажем, об этом никто и не думал. Неправда, различные работы проводили. Но вот после 2008-го года, 2008-2009, 2010-2011, тоже подготовительные работы как-то в кабинетах этих шли. Вот первый раз мы в поле вышли в 2013-м. Мы уже были и в районе Мургу. Работы там интересные были проведены, вот с Джакулта над Джавой. Но это уже совместные работы с Северо-Останским институтом гуманитарных исследований. Потом еще моменты были связаны с институтом истории археологии Северной Светии. Все обнаруженные находки, имеющие хоть какую-то ценность, должны находиться в Республиканском музее, чтобы любой желающий мог их увидеть. Так как экспонаты связаны с прошлым нашей родной земли. И именно благодаря подобным находкам формируется наша история. Яна Блиева, Сармат Гузитаев, специально для программы «Неделя». По приглашению Министерства здравоохранения Республики врач-онколог высшей категории Томас Джекаев три дня будет принимать и консультировать пациентов. О процедуре приема и предварительных задачах, собирающихся на прием, в подробностях расскажет Эльвира Тибилова. На новой неделе в Республиканском многопрофильном медицинском центре бесплатный прием будет вести эндокринный хирург, врач-онколог высшей категории, кандидат медицинских наук Томас Джекаев. Хирург приехал в Республику по приглашению Министерства здравоохранения. Прием будет вестись 17, 18 и 19 августа в 208 кабинете на втором этаже амбулаторно-поликлинического центра с 9 утра до 18 часов вечера. Для того, чтобы попасть на прием к доктору Джекаеву, необходимо иметь на руках перечень нескольких анализов. Такая просьба заключается в том, чтобы люди имели при себе хотя бы УЗИ, и УЗИ щитовидной железы, и гормоны щитовидной железы. Я могу их, в принципе, озвучить. Это ТТГ, так называемый, тиреотропный гормон. Т3 свободный, Т4 свободный, антитилак, тиреоксидазия и антитилак, тиреоглобулин. Ну, чтобы было понятно пациентам, это антитилак ТПО и антитилак ТГ. Ну, чтобы хоть какое-то иметь представление о том, что у пациента есть для начала. Прием будет проводиться в порядке живой очереди. По результатам консультации будут отобраны пациенты, которым показано оперативное лечение, и их после прооперируют в РММЦ. Будет идти отбор пациентов, которым нужна именно хирургическая помощь. Мы потом определимся, когда я еще приеду. Ну, там я с работы отпрошусь и приеду сюда. Ну, я так думаю, в течение недели буду здесь и постараемся соперировать. Но это будет зависеть от объема пациентов, которым нужна будет именно хирургическая помощь. Пациенты, нуждающиеся в терапевтическом мониторинге, будут направлены к эндокринологу. Пациенты с патологиями щитовидной железы смогут получить консультацию врача с 24-летним опытом работы в этой сфере. Томас Жекаев выполняет весь спектр хирургических вмешательств. Хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных новообразований кожи и мягких тканей. Эльвира Тибилова, Айда Кочева, Фатима Кумаритова и Дея Ефимкина для программы «Неделя». Минздрав на этой неделе объявил о серьезных реформах в ведомстве. Таким образом, весь штат сотрудников должен быть оформлен в полном соответствии с Трудовым кодексом. По словам министра Суслана Наньева, в ведомстве появилось 150 дополнительных вакантных мест. О том, каким образом проходит отбор на замещение этих должностей, материал Алену Таевой. В ходе пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Суслан Наньев проинформировал журналистов о том, что по поручению президента Анатолия Бибилова проведена работа на соответствии с Трудовому кодексу всех сотрудников ведомства. В результате проведенной работы появилось 150 дополнительных вакантных мест. Основная часть работы руководством Министерства здравоохранения проведена. Там нами выявлена возможность принятия на работу дополнительно 150 сотрудников. Подбор заявок будет в электронном варианте, весь документ оборот в электронном варианте. Пользуйтесь нашими ресурсами в интернете. Там подробный механизм описан. Отправляйте свои вакансии, отправляйте свои резюме в электронном варианте на конкретный адрес. Все будет проходить честно, открыто, публично. О том, каким образом проходила реорганизация ведомств, какие цели и задачи были поставлены и как проходит отборочный конкурс для желающих получить эти вакантные места, рассказал заместитель главы Министерства Александр Приходько. Было отмечено, что многие из наших детей направляются по целевым направлениям в ВУЗы России, в том числе по медицинским направлениям. Но, к сожалению, по возвращению в республику они не могут устроиться по специальности, так как все должности заняты. К 2023 году министерство должно быть укомплектовано профессиональными кадрами, умеющими работать на современной высокотехнологичном оборудовании. Есть важный момент, что один человек не может выполнять качественно несколько должностей. Мы понимаем, что одновременно, например, и быть хирургом, и быть анестезиологом, и занимать еще какую-то третью должность, наверное, можно, но совершенно не значит, что вы будете выполнять свои обязанности хорошо. За время работы, нашей работы, не был уволен ни один сотрудник. То есть мы предлагаем людям, которые занимают свыше полутора ставок, определиться, на какой одной должности они готовы продолжать свою работу. На пресс-конференции также было отмечено, что в рамках Трудового кодекса человек не может занимать больше полутора ставок в одной организации. Потому что уже свыше 12 часов человек не может и не должен находиться физически, что вредно уже влияет на здоровье. В первую очередь поиск персонала будет осуществляться из специалистов Республики Южной Осетии. Мы приглашаем обратно, мы приглашаем домой людей, местных специалистов, которые были вынуждены уехать из республики, не найдя здесь вакансии и работу, соответствующих профилю. Сейчас нам очень сильно нужны, особенно редкие специалисты. Нам очень нужны, например, детские хирурги, детские анестезиологи. И мы всех приглашаем, да, мы прям ждём. Также журналистам сообщили и о том, что с Министерством здравоохранения Российской Федерации согласован список дополнительного оборудования. Есть возможность обеспечить районные больницы необходимым оборудованием в их числе и обеспечение кислородными станциями, также аппаратами и Вейл. Список согласован, денежные средства выделены. Дальше уже непосредственно практическая реализация. Что я имею в виду? Согласован список из пяти реанимобилей. В каждый район получат по реанимобилю. В Схинвале будет два реанимобиля. Первое. Все районные больницы, ну, крупные районные больницы, получат кислородные станции с кислородной разводкой, кислородным доведением медицинского кислорода, сертифицированного, качественного. В каждой районной больнице будет организована палата интенсивной терапии с соответствующим оборудованием. Будет по две функциональные кровати, две койки, и будет аппарат искусственной вентиляции лёгких. Поэтому районные больницы, в соответствии с задачей президента, выходят на новый уровень оказания медицинской помощи. Министр также сообщил, что в настоящее время на территории Российской Федерации в Республике Дагестан в крупнейшем на Северном Кавказе центре эндопротезирования проходит стажировку один из наших травматологов. И уже через два месяца к нам приедет команда эндопротезистов. Цель – начать делать в Республике операции по эндопротезированию. Касательно вакцинации было отмечено, что в Республике вакцину сделали 860 человек, а второй компонент получили 450. Министр сказал, что вакцинация добровольная. Что касается сертификатов, то здесь выдаются сертификаты о вакцинации установленного образца. А необходимая документация направлена в Российскую Федерацию по взаимному признанию. Работы по реконструкции и благоустройству дорог в Цкинвале продолжаются. На этой неделе начался ремонт улицы Санакойва в микрорайоне Шанхай. Работы, по словам дорожников, непочатый край. И они продлятся несколько месяцев. Масштабный ремонт улицы Санакойва в микрорайоне Шанхай начался. Ремонтные работы по плану должны были проходить в первых числах августа. Но, опережая график, строительная фирма приступила к расчистке месяц назад. На начальном этапе проверили и работы, которые проводились после августовской войны, когда по всему городу менялись подземные коммуникации. Как говорит прораб Амиран Багаев, проверочные работы проводились для того, чтобы впоследствии, когда улица будет заасфальтирована, ее не пришлось заново копать из-за протечки коммуникационных труб. В планах отремонтировать проезжую часть тротуара и сделать зеленые зоны в придомовых территориях. Некоторые жители отказались от газонов. В этих случаях тротуары будут просто выложены тротуарной плиткой. Строительная бригада учитывает и пожелания жителей, которые, в свою очередь, стараются помогать им при необходимости. Ремонтные работы в общей сложности займут несколько месяцев, а пережеографик планируется улицу подвести до финальной стадии ближе к холодам. И для этого строители на данный момент проводят работы, для которых необходима хорошая погода. Согласно техзаданию, одна из самых больших улиц микрорайона Шанхай приобретет ухоженный и новый вид, в том числе и с новым освещением. Как еще отметил прораб строительной организации, все струематериалы закупаются на месте. Никаких задержек в поставке нет, поэтому и трудятся в усиленном режиме. Также в строительстве задействованы местные рабочие с большим опытом работы на строительных объектах. Яна Блива, Сармат Гузитаев, специально для программы «Неделя». Жилищный вопрос в республике решается по нарастающей. Уже к концу года в Знамурском районе жилье получит 18 семей. Строительство многоквартирного дома на завершающей стадии. Жилкомиссии района объявили о необходимости обновления документов на получение жилья. Жилищная комиссия Знамурского района доводит до сведения граждан, которые подали заявление на получение жилья до 2019 года, чтобы обновили документы до 30 августа, так как по закону документы должны обновляться раз в два года. По словам Юрия Гоглоева, в списках на получение жилья значится более 200 очередников, но в первую очередь квартиры получат остро нуждающиеся в жилье граждане. Между тем строительные работы многоквартирного дома на завершающей стадии В сентябре строители планируют сдать дом в эксплуатацию, а уже к концу года жилье получат 18 семей. Это самое важное и нужное вложение в будущее республики. Здание третьей средней школы, одно из самых передовых строений в городе, уже скоро сдадут в эксплуатацию. Работы выполнены на 90%. Заметим, что в трехэтажном учебном заведении предусмотрены абсолютно все условия для качественного учебного процесса. В центре столицы продолжается строительство нового здания третьей школы. На объекте трудится более 30 рабочих. Выполнено порядка 90% всех работ. Уже подведены все инженерные коммуникации. Стремительно быстро ведутся и внутренние отделочно-ремонтные работы. 95% уже внутренней отделки завершено. Осталась в основном расстановка оборудования мебели, ну и наружное благоустройство территории. И осталась еще уборка помещений, то есть клиниковая часть. Вот в основном общий объем работы, который еще предстоит сделать на данный момент. Все сантехнические и электромонтажные работы выполнены на 100% на данный момент. Для учащихся в школе созданы все условия. Будет возможность заниматься творчеством и спортом. Для этого здесь есть абсолютно все. Большие и просторные помещения, отмечает прораб Азамат Кумаритов. В помещениях уже завершены работы. По покраске стен постепенно завозится инвентарь. В учреждении будет функционировать лифт. По проекту также предусмотрены специальные места в классах для детей с ограниченными возможностями. На первом этаже располагается большой пищеблок, который, по словам строителей, будет отвечать всем современным нормам. Параллельно с внутренними работами рабочие трудятся и над благоустройством двора. На одной половине будет уложена тротуарная плитка, на другой – асфальт. Основной порт сейчас идет на наружные работы. Укладка асфальта, брусчатки и облагораженной территории. Готовимся принять асфальт на асфальт. Уложить первый слой асфальта. По проекту срок сдачи объекта – конец текущего года. Однако, по словам прорабов, работы идут быстрыми темпами и, соответственно, с опережением графика. Планируем как можно быстрее сдать объект, насколько это возможно. Трехэтажное учебное заведение после сдачи в эксплуатацию станет одним из самых современных в республике. Оно рассчитано на 200 ученических мест. Площадь здания составляет 4400 квадратных метров. Завершает наш выпуск репортаж Яны Плеевой о беспрецедентной пока возможности для школьников республики испытать на верность полученные за годы учебы знания в телевикторине «Умницы и умники». Приглашение в адрес Министерства образования поступило от автора и бессменного ведущего передачи Юрия Вяземского. В ходе тестирования отобраны трое ребят, которые уже скоро примут участие в съемках телевикторины. Так что, ребята, ни пуха ни пера. Известная в России и за ее пределами телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы» проводится ежегодно, начиная с 1992 года. Партнерами в организации проведения олимпиады являются МГИМО и Первый канал. Олимпиада проводится по профилю гуманитарной и социальной науки, которые соответствуют таким направлениям, как международные отношения, журналистика, политология, реклама и связи с общественностью. Впервые на имя Министерства образования и науки нашей республики пришло приглашение от Юрия Вяземского на участие выпускников передачи. В Министерстве посредством тестирования были отобраны трое ребят, представителей наших городских школ. Конечно, мы были очень рады. Мы быстро собрали руководителей общеобразовательных организаций с тем, чтобы они представили нам свои кандидатуры. Ну, ясно, мы знаем условия конкурса, что успешное участие в данной телеолимпиаде гарантирует внеконкурсное поступление на факультет журналистики МГИМО. Олимпиада в форме популярного телевизионного конкурса проводится среди одаренных талантливых старшеклассников. Для того, чтобы стать победителем Олимпиады, необходима глубокая и разносторонняя общеобразовательная подготовка и широкая эрудиция. Именно таковыми являются наши выпускники, которые уже в ближайшее время будут приглашены на съемки телепередачи. Не все кандидатуры, которые были приглашены в Министерство образования, согласились, почему? Потому что у них были другие планы в отношении поступления. Все хотят поступать на факультет. Да, они все хотят поступить на этот факультет, но это желание каждого. Но мы набрали несколько человек, провели здесь с ними собеседование, такой блиц-конкурс, да, прощупали их. И вот в результате вот этого собеседования мы отобрали троих, которые, на наш взгляд, смогут справиться с этими заданиями, показали необходимые речевые возможности, риторические, скажем так, возможности. И вот эти три человека, мы их представим. За годы своего существования в телеэфире Олимпиадная передача была удостоена четырех премий ТЭФИ. Благодаря одной из самых интеллектуальных телепередач современностей в МГИМО поступило большое количество разносторонне подготовленных абитуриентов, представителей молодежи из различных регионов России и стран СНГ. Надеемся, что и наши ребята с легкостью выйдут в финал передачи и без вступительных экзаменов станут студентами лучшего вуза России. И на этой замечательной ноте завершаем выпуск. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok